Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. 3 сентября. Начало нового учебного года. Волнительно ли сегодня было быть в родной школе? Ныне 7 гимназия. Да, конечно, сегодня были волнительные моменты. Я пришел в школу без 15.08 в 7.45 утра. С директором школы я обошел класс, где я учился, по коридорам, где я бегал. Самое волнительное, конечно, было, это когда я вышел к детям, поздравлять их с началом нового учебного года. Конечно, я поздравляю их и преподавателей с начала учебного года, родителей, так как волнительная пора. Позади лета. Дети сегодня, я им сказал в своей речи, что не расстраивайтесь, потому что мир знаний, он очень познавательный. Будьте любопытными, чтобы познавать этот мир, и тогда будет всегда вам интересно. Но тот волнительный момент, конечно, потому что 40 лет назад меня, моя мама с папой, перевели в школу номер 7. Тогда это было две школы, 11 и 7. И у нас была линейка. И я помню, как сейчас, как будто это было вчера, и первый звонок, и как волновалась моя мама, как повели меня за ручку, моя учительница Дудникова повела меня в первый класс. Ну, это все волнительное осталось в душе. То, что я сегодня переживал, конечно, я это передал и учащимся гимназии номер 7. Да, к сожалению, сегодня, тогда, когда я учился, было около 2000 человек. Сегодня гимназия 130 или 140 человек. Да, очень слабая материальная база она, что я пообещал, что от правительства Москвы будет первая помощь, там интернативная доска и компьютерный. Мы окажем это гимназии номер 7. Ну, также пообещали, что отремонтируем, крыша течет в большом спортзале. Но попросил родителей также, чтобы они были терпеливы. И, естественно, только совместно с родителями, с преподавателями мы вернем тот статус, который был когда-то у гимназии номер 7. Ну, это не только, конечно, сегодня гимназия номер 7 и остальные школы, но гимназия номер 7, она, конечно, самая близкая, она лежит в сердце. И всегда по жизни я и помнил, и что я учился в этой школе, что я выпустился с этой школы. И были прекрасные преподаватели, и сегодня также преподаватели, он прекрасный коллектив. И благодаря вот директору и преподавателям, я думаю, они и привлекают еще детей в данное учебное заведение. Самые главные слова, которые можно сказать сегодня первоклассникам и их родителям? Ну, родителям слова какие можно сказать? Это набраться терпения, и чтобы каждый ученик радовал своего родителя успехами в учебе, ну и, естественно, дисциплиной, потому что без дисциплины не будет никаких успехов в учебе. Ну, а преподаватели могли гордиться успехами своих детей и гордиться своими учениками. Субтитры создавал DimaTorzok